всем привет привет рада вас снова видеть на своем канале сегодня мы с вами соль и водички попила сегодня мы с вами посмотрим такой достаточно сложный расклад сложность точки зрения понятия почему потому что он но относится категории вот этих философских раскладов которые я люблю но сложность этих раскладов заключается в том что информацию очень сложно передавать потому что как это сказать то правильно те категории которые как правило используются философии их проще ощущать и воспринимать на уровне нашего бессознательного да то есть не вербально нежели вербально потому что есть определенные категории которые ну нашему уму сложно облачить форму и поэтому получается такой знаете когда делаешь расклады на такую тему такое вот беканье меканье не совсем понятно почему потому что когда я смотрю на карты я-то понимаю смысл да но рассказать передать этот не хватает словарного запаса не потому что я не знаю слов а просто потому что эти категории облачить вот форму достаточно сложно ну например вот в категории опять-таки философских вопросов когда мы знаем кто кто ты вот вопрос на казалось бы элементарный кто я и как правило люди начинают мыслить умственными категориями да то есть я человек я женщина и облачать ответы именно форму неких таких шаблонов но по сути да мы понимаем что мы больше чем вот это вот все описательное описательные моменты вот но что конкретно да мы не можем сказать то есть мы не можем сказать кто мы да конечно начинаем горит меня личность я там я не знаю душа и так далее но это тоже какие-то рамки это тоже шаблоны это тоже какие-то ограничения да но по сути мы все внутри себя ощущаем чем-то что сложно дать какое-то название и это и есть правильно то есть даже если мы говорим о себе в контексте того что допустим там я душа это все равно будет некое такое ограничение потому что мы больше чем душа и так далее и тому подобное поэтому сложно здесь вот этом заключается да то есть то что я ощущаю передать интерпретировать правильными верными словами чтобы донести до вас эту информацию то есть сама интерпретация она уже искажает то что я вижу плюс ко всему идет искажение ваше восприятие информации поэтому сложность таких раскладов этому заключается но и с другой стороны является неким таким вызовом что кто кто еще сможет попробовать и как говорится на своей шкуре понять насколько это действительно сложно вот то есть вызов а смогу ли я справлюсь ли я вот но значит расклад называется созидающий разрушающая часть вашей личности позиции вы видите перед собой сейчас я отмечу вопрос здесь один который хотела чтобы не забыть секундочку блин хотела 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 ладно думаю я буду его помнить так позиции видите перед собой и давайте мы сразу приступим так позиция номер один голубенький камешек ваша ваша созидающая до сначала посмотрим созидающая сторона личности о чем она говорит аркан умеренности она золотой середине да о том что все имеет место быть то есть это соединение двух противоположности то есть создание она всегда про единство одно всегда про то что объединяет а не как ум разделяет то есть аркан умеренности здесь говорит про умение украшать свои эмоции свое восприятие и как следствие свою реакцию на те или иные вещи и обстоятельства людей и так далее здесь должна быть золотая середина то есть там где есть золотая середина это будет для вас являться умеренность умеренностью и созидательной части вашей личности еще о чем говорит ваша созидающая часть тройка монет а совместность ведь здесь тоже тот же самый смысл идет про объединение про создание чего-то то есть это то что дает жизнь то что расширяется то что приумножается то что эволюционирует и при этом во всей этой эволюции вы не не единственное то здесь нету разделения здесь наоборот говорится о том что вы являетесь частью чего-то либо сообща да вот тройка пендакли то есть это для вас вашем понимании является созидание расширение и умеренность при увеличении как этот приумножение да то есть это тоже является созданием в чем выражается в чем выражается пашмичей в мыслительных процессах нахождение ответов на вопросы да то есть возможно это планирование также созидания но заключается умение говорить правду без приукрас с одной стороны это может быть жесткой и болезненно но с другой стороны то есть называть вещи своими именами в этом выражается еще в чем выражается ваше созидание королевы мечей до непосредственно в мыслительных каких-то процессов и переменах в умение коммуницировать в умение рассуждать умение делать определенные выводы выстраивать некую такую стратегию зрить в корень то есть информация прозрачная чистая правдивая такая какая она есть без приукрас и отсюда она является вот именно болезненный да потому что ранит непосредственно наша эго душа болеть не может полеет болит наша эго когда его ранят то есть вот так выражается созидательная часть что вам дает создание десятку мечей знаете свободу свободу вне рамок вне ограничений да здесь мы видим вот белого голубя который вырывается из из оков к этой клетки и ощущает себя свободным то есть созидание здесь дает вам так видно в кадре видно дает некую такую свободу свободу от рамок от ограничений и одновременно и исцеление что еще вам дает созидание королевого пендакли изобилия изобилия и богатую материальную жизнь не в контексте наличие финансов в контексте богатства и изобилия внутреннего вашего мира да и в том числе материи то есть так когда человек видит богатство материи не в деньгах а как это правильно то сказать знаете когда смотришь например на материальную вещь к примеру до произведения искусства картину то твоя душа обогащается потому что переполняются эмоции до возникает какие-то мыслительные процессы о прекрасном и к следствия вибрации поднимаются но причиной явилась картина которая является материальной либо там я не знаю читаете какую-то книгу произведение искусства это обогащает ваш мир какими-то новыми красками фантазиями воображениями когда ходите в театр смотрите например какую-нибудь постановку балета да то есть вот опять же таки про искусство про удовлетворение наших рецепторов визуальных слуховых то есть это обогащает здесь вот такой смысл идет то что дает вам создание богатство внутреннее богатство через материальный мир через наслаждение и удовольствие этой жизни да то есть создание это не просто когда что-то мы создаем для кого-то но это в том числе получение удовлетворения от самой жизни от материи в которой мы пребываем вот это тоже создание хорошо что есть для вас разрушение тайна тайна возможно какая-то недосказанность возможно непонимание то есть все что скрыто за завесой все что является темной материи но при этом в этой темной материи но есть огромный потенциал темная она для нас потому что она неизведанная но как только прольется туда свет она сразу становится известной и наполняет нас поэтому все что является опять же таки внутренней пустотой это тоже огромный потенциал все что является бездной это тоже огромный энергетический потенциал то есть темная материя по сути является неким таким потенциалом о чем еще то есть на не дает о чем еще вам дает сейчас здесь какая-то информация идет касательно древо жизни разрушение здесь связано с тем когда человек как раз таки может быть не всегда он понимает и не всегда осознает что падая вот некую такую бездну да оттуда возможно вырваться будет невозможно то есть бездну каких-то своих страстей бездну чего-то такого не познанного но здесь негативным каким-то окрасом да то есть потом вырваться вот из этих связей вот из этих лап хочется сказать будет достаточно сложно то есть иногда есть какие-то вещи в которые лучше не лезть пока не хватает знаний пока нету информации то есть она не всегда и не во всем вот именно любознательность и открытость она идет во благо да то есть иногда разрушение она приходит тогда когда человек по сути не готов к чему-то и мы просто здесь показывают какие-то такие знаете практики оккультные возможно да когда человек не готов только вот по верхам что-то прошел сюда какую-то информацию получил но полностью не изучил материал и и начинает этим заниматься и это может закончиться достаточно плачевным да то есть вот то что мы говорим не знание законов не облегчает не снимает с вас ответственность вот здесь вот про это то есть ответственности и последствия они остаются а вот невежество не знания недостаток информации да он еще не говорит о том что ну все может закончиться хорошо то есть вот есть какие-то вещи с которыми лучше не связываться это действительно является для вас разрушением это может вас разрушить и здесь особенно в контексте знаний особенно в контексте верховной жилицы информации нужно быть очень внимательным да вот здесь еще такой момент может быть в чем выражается разрушение да вот в чем выражается по шкупков в эмоциональном плане да то есть здесь разрушение идет на фоне эмоции дает то есть это может быть застенчивость это может быть стеснительность это может быть там не знаю желание понравится желание угодить обиды какие-то да вот это низкие вибрации эмоциональные которые разрушают и здесь разрушение может быть через это еще в чем выражается разрушающие эти энергии девятка кубка весь это же опять-таки кубки в каких-то эгоистичных возможно проявлениях когда человек не желает идти вот в эволюцию да в развитие какое-то сфокусирован на личном удовлетворении наслаждение причем казалось бы да что здесь может быть такого разрушающего разрушающие здесь является то что человек является накопителем энергии да то есть это может быть накопление энергии через получение удовлетворения от прочитанного до какой-нибудь книги и при этом не желание поделиться не желание что-то отдать а исключительно только вот получить например опять же таки на контексте отшельника тоже может быть казалось бы но чем плохо отшельник да когда вот я закрываюсь я просто не общаюсь с миром но вот в этом нету развития потому что нету взаимодействия нету отдачи есть только принятие поэтому здесь разрушающие идет тот момент когда человек в некоторой степени живет для себя это может быть даже ну в сторону потребительства опять же таки и в плюсе вот то что мы говорим да я что-то делаю я хочу получить удовольствие в принципе теоретически я никому не совершая никакого вреда но с точки зрения развития эволюции да как мы смотрим здесь человек не делится он не не делится энергией он не делится вниманием он не делится тем что хотел бы быть с полезным другим людям а ведь и когда я говорю полезность хочу донести эту мысль здесь не говорится о том что что-то сделать для другого там я не знаю в контексте профессии до быть полезным быть полезным это может быть элементарная улыбка на улице открыть кому-то дверь там не знаю ободрить просто подбегнуть может быть для того чтобы у другого человека поднялось как-то настроение то есть вот какие-то мелочи детали это не обязательно предложение своих услуг как обычно нас идет мысль в этом направлении что вам дает разрушение вот это вот ваша разрушающая сила колесо фортуны она помогает вам либо выйти из вашего сценария вот то что было здесь да по десятке мечей высвободиться либо разрушить здесь повзрослеть в некоторой степени взять на себя ответственность за свою жизнь то есть выйти из некой такой фатальности когда мы считаем что мы не подвал мы не мы не можем ничем управлять да что вот мы являемся маленькими детьми и обязательно какие-то высшие силы должны нас куда-то вести должны нами управлять и мы снимаем себя ответственность ну плюс ко всему разрушает все то что мешает непосредственно успокоению внутренней гармонии до человека то есть опять же таки колесо фортуны идет как разрушительный момент если она крутится левосторонние против часовой стрелки всегда движение по часовой стрелке это созидательное и движение против часовой стрелки левосторонние это всегда разрушительное поэтому это даже изображено на любых арканах на любых колодок таро в аркане колеса фортуны на мы смотрим левосторонние это всегда там тифон изображен да и правосторонние это герману без вот бог знаний тоже соединение гермеса и анубиса то есть как знание вот и разрушительная сила тифона это порождение геи так что еще до что еще не сказала что еще вам да 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 дает разрушающая часть вашей личности знаете разрушение здесь как когда бывает не просто так что-то рушится вашей жизни то есть если вдруг вы встречаете с этим вы посмотрите что будет являться следствием этого разрушения потому что здесь такое ощущение что есть какие-то правила какие-то рамки до которым соответствует человек но эти рамки они ограничены нужны как хочется сказать знаете до поры до времени да то есть есть например как это сказать но некие правила допустим правописание букв в первом классе когда дети учатся под наклоном что-то буква а пишется вот именно такой кругляшок у него есть хвостик ну то есть это нужно на первых порах пока человека научается писать дальнейшем почерк конечно же каждого обретает свои формы да и не всегда он каллиграфический то на что делали акцент в прошлом да сейчас скорее всего на это вообще уже не обращают внимание вот но это не мешает человеку писать да то есть от этого смысла не теряется то есть правило они должны были на первых порах быть в дальнейшем уже человек самостоятельно берет на себя ответственность и понимает как и что ему нужно сделать то есть правило например когда там учишься вождению да есть знаки на которые нужно обращать внимание правила вождения они безусловно нужны но в дальнейшем с практикой мы видим что но не всегда получается придерживаться каким-то определенным правилам да то есть все нужно смотреть по обстоятельствам вот здесь вопрос как раз таки разрушения он об этом вам говорит да то есть все нужно смотреть по обстоятельства по мере того как вы развиваетесь да как вы эволюционируете потому что в конечном итоге свобода заключается в собственной ответственности да и вот это вот это внутренняя ответственность не внешние какие-то рамки а ваша внутренняя ответственность которая будет базироваться на вашей совести если мы говорим в контексте эволюции то здесь вот об этом то есть любые здесь речь идет о разрушениях но опять же таки с какой-то вот позитивной целью для того чтобы вытолкать вас из какого-то застоя до из зоны комфорта то есть выдавить вас оттуда вытворить хочется сказать из вашего болота но для этого нужно применить какую-то силу эта сила она в данном случае разрушающие для болота да потому что вас оттуда вырывают вот об этом идет здесь речь сложная сложность на может первая позиция такая была как-то сложно это уже попытка там я не знаю какая не первая запись но я думаю я все-таки справлюсь с этим раскладом позиция номер два красненький камешек так двоечки смотрим вас ваша созидающая ваша созидающая сила о чем она говорит ваша созидающая сила пятерка кубков такой интересный момент созидающий выпал пятерка кубков смысл этого аркана говорит о том что здесь на столе лежит сердце и разбитые фотографии да то есть как указание некого такого некоторого такого расставания так просто чтобы понимала в чем здесь заключается созидание создания заключается в том что если что-то разрушается материальном мире это не факт что на томком плане тоже происходит разрыв вот в данном арка не в данные колоде смысл заключается в том что человек себя наказывает ставит в угол в том что в том что где-то произошел какой-то разрыв и он не может успокоиться почему потому что физическом плане разрыв произошло на тонком плане еще человека что-то удерживает вот эта телепатическая связь как говорится она еще присутствует она еще есть поэтому создание здесь заключается в том что а если даже что-то чего-то нету физическом мире это еще не факт что это нету на тонком плане вот для вас это почему-то важно потому что вот двоечки всегда люди такие достаточно эмпатичны вот и люди у которых есть связь с тонким планом да то есть вы легко проживаете в двух мирах в тонком и более плотным материальным о чем еще здесь говори да здесь как будто бы какая-то такая подсказка что не переживай особенно если допустим это имеет отношение какая-то связь на тонком плане я не знаю с кем сейчас я не буду уточнять этот вопрос но это может быть еще знаете даже когда человек ушел я не имею виду физическую смерть а я имею виду когда есть вот какое-то расставание вы не общаетесь допустим физически с человеком в своих мыслях своих представлениях до визуализации все равно контакт есть и созидание здесь может быть что вы можете развиваться с этими людьми не будучи в физическом плане вместе то есть если вам нужно прожить какие-то например уроки здесь ощущение того что вы это можете до проживать в своей голове то есть пути возможно ваши разошлись на урок еще не завершён и для того чтобы его завершить да здесь вы это можете каким-то образом виртуально до прожить сделать определенные выводы вот здесь указание идет на этой почему-то для вас это является созидание о чем еще то есть связь есть не только физической но и ментальная да то есть на тонком плане для вас это тоже созидание созидание тонкого плана тройка жезла до развития расширения опять же таки за пределами за пределами того в чем вы находитесь то здесь ваше созидание она имеет прямое отношение к тонкому плану о чем говорит ваше созидание аркан смерти ну вот здесь все арканы будет показывать как раз таки про видоизмененное состояние о чем говорит о завершении и рождении чего-то до а двух мирах которых вы проживаете в плотном и в более тонком вот вы как будто бы являетесь неким таким связующим звеном либо у вас есть возможность я не могу сказать что здесь стопроцентная осознанность есть до того что вот вы проживаете на тонком плане но как минимум вот как будто бы вы это не исключаете у вас есть ощущение может быть да может быть не хватает каких-то знаний но ощущение того что вот и на тонком плане я проживаю то есть вот эти два мира они для вас не разделенные и вот вот опять таки если это касается видоизмененного состояния либо например сна тот здесь человек который уходит из одного мира в другой переходите вы это делаете у вас это получается вы в этом живете вот для вас вот это вот является своего рода созданием то есть например если я не знаю какой-то ответ на вопрос в плотном плане да я пойду в тонкий план там найду ответ и принесу его в плотный то есть вот здесь какое-то такое похождение между миров через видоизмененное состояние сознания идет в чем еще выражается ваше созидание аркан силы как раз таки вот в силе в энергии в движение до движение что нам дает ваша созидающая сторона двойка же слов перспективы возможность посмотреть на свои горизонты до сделать какие-то выводы и выбрать для себя самый подходящий вариант восьмерка жезла выйти вот из этого какого-то порочного круга по которым вы ходите одно и то же и одно и то же то есть вырваться здесь ощущение свободы очень пересекается с первой позиции да то есть здесь вот ощущение свободы выйти откуда вы должны выйти вот из каких-то сценариев видите тройка мечей из каких сценариях то что вас огорчает это то что к чему вы привязываетесь вот здесь вот 8 пятерка кубков тоже про это говорила да про связь когда человек не может отпустить до есть какая-то привязка то есть умение отпускать через что через видоизмененное состояние через понимание того что все есть движение разница ли в том что меняются формы до из одной формы переходит в какую-то другую форму не привязываться вот здесь вот как будто бы создание ваша она говорит о том что это сможет придать возьму силы это сможет вас наполнить в понимании того что одно переходит в другую форму тогда вам будет как-то проще жить легче жить вы не будете как-то драматизировать ситуацию потому что здесь вот тройки мечей до девушка разбила свою любимую кружку и для нее это вот улог целая драма почему потому что как из чего я буду теперь пить все конец света да как мне дальше жить так ладно что а теперь перейдем к разрушающей вашей части о чем говорит ваша разрушающая часть аркана аэрофанта да интересно такой видите момент здесь стоит аэрофант с шляпой из сделанный из газеты и стоит он на одной ноге до на ноге нашего бессознательного опять же таки связь с тонким планом и вокруг него есть эти мыши да то есть такое восприятие мира что не с одной стороны некая такая надменность над другими людьми но и одновременно это является страхом да мы боимся мышей страх страх что вот эти вот маленькие мышки это маленькие людишки они могут причинить мне вред то есть ваша разрушающая часть она указывает на то что человек здесь разрушается на возможно другими людьми в контексте опять-таки своих пониманий знаний мировоззрения умения вот этих вот навыков до которых нету других людей только лишь почему потому что он боится боится вот этот реальный мир до боится плотный мир в котором он живет то есть вот здесь как будто вы знаете человек как рыба воде в тонком плане но в плотном плане он как рыба на суше даты для него это вне его вот вне его сути природы и его это пугает и как следствие когда это его пугает он становится деспотичным надменным в некоторой степени но это защитный механизм и и психики вот в этом является ваше разрушение об этом она говорит еще о чем говорит ваша разрушающая часть семерка кубков когда вы не можете определиться до хочется сказать какому кумиру служить чему я служу что я выбираю до какой путь я выбираю куда я пойду что нужно для меня когда здесь как будто вы знаете акцент идет на какие-то пороки когда человек имя окружен я не говорю о том что это есть у вас но когда вы делаете акцент на этом то есть обращаете внимание негатив по сути в этот негатив внутри себя и взращиваете и неважно какой это способ способ уйти от негатива либо способ преувеличить этот негатив и то и другое имеет ключевое слово негатив вот вы фокусируетесь на этом да какое яблоко какое яблоко здесь выбрать что что есть лучшее нету здесь понимание того знаете вот какой опыт выбрать да вот такой опыт выбрать либо какой-то другой но суть здесь созидание говорит о том что вот эта вот дуальность выбора она не актуальна потому что неважно что вы выберете важно в конечном итоге кем вы станете благодаря этому выбор выбору то есть неважно пойдете ли вы путем там славы либо путем богатства вы так или иначе пройдете этот путь что вы возьмете собой по итогу кем вы станете на этом пути то здесь знаете как то вот вам нужно понять что по сути выбор пути он и не так важен сколько важно каким вы становитесь на этом пути то есть акцент здесь не не на этом это как знаете как этот три богатыря до стоят на развилке какой путь взять напрям прямо пойду на право пойду налево пойду неважно куда вы пойдете главное уже идти потому что пока вы думаете куда пойти да уже все пути пройдены а вы так и остались ну не в движении и как следствие состарились и и умерли почему потому что долго думали да надо вот больше здесь как будто бы действовать здесь разрушение здесь тоже у нас двойка жезла да когда он стоит этот сумасшедший и смотрит за окном он так может всю жизнь простоять до от этого ничего не изменится но своей голове он будет читать что вот я там что-то там вижу что-то готовлю да но по факту он лишь стоит то есть вот разрушение здесь поэтому здесь вам нужно двигаться так что вам дает до что что дает вам разрушающая ваша часть короля кубков эмоции эмоции это то что вам важно эмоции проживание что еще дает ну четверку жезла видите праздник стабильное ощущение вот какую-то стабильность вы получаете радость дает и страхи одновременно причем страх вот в этой колоде до девятка мечей бить и вы человек натянул на себя голову и и но здесь есть всевидящее око да то есть неважно как бы вы не закрывали глаза вот это не говорит о том что за вами перестали наблюдать то есть вот это вот ваш внутренний ваш глаз на который вы смотрите вот вы находитесь внутри себя вот вы как бы вы не скрывались вы все равно себя увидите да то есть от себя не убежишь то есть что вам дает разрушающая часть понимание того что вот это вот иллюзии то что я могу чего-то избежать если это допустим должно случиться дата я могу этого избежать и какие-то страхи ваши внутренние что за страхи чего вы боитесь ну вот в принципе то что мы говорили дату с мечей боимся боимся конфликтов да то есть разрушающие ваши части она говорит о том что здесь знаете по королю кубков желание всем понравится желание быть любимыми желание чтобы вас принимали почему потому что боюсь конфликтов боюсь острых каких-то моментов боюсь что-то вскрыть в себе да и в этом есть разрушение почему потому что таким образом вы себя не познаете вот в чем разрушающая часть вы не познаете себя нету движения То есть путь это подъемы и падения А здесь есть желание только праздника, удовлетворения Только чтобы вот были подъемы, подъемы, парения И не было падения, потому что это больно, это страшно, это боль И я хочу это избежать Как-то так Так, и мы с вами переходим в позицию номер 3 Зелененькому камешку Троечки дошли до вас, наконец-таки Так, смотрим, о чем говорит ваша созидающая часть Так, аркан, ага, вот видно Повешенные, повешенные Созидающие Созидающая ваша часть говорит о том, что вы умеете рассматривать вещи Под разным ракурсом, под разным углом Умение взглянуть и разобраться в чем-то То есть вот именно моменты зависания Моменты того, что нету возможности как-то двигаться дальше Лишение себя, ограничение дальнейшего движения То есть в этом есть некое такое созидание Когда вас заставляют пересмотреть Пересмотреть ситуацию, пересмотреть свое поведение То есть здесь периодически созидание заключается в том, что вы умеете Либо вам необходимо делать пересмотр Пересмотр своих взглядов, пересмотр своего какого-то мнения То есть вы бесконечно можете менять свое мнение Здесь не говорится о том, что если раз когда-то вы что-то решили Так оно и будет прям до конца ваших дней Созидание заключается в том, что вы можете менять, изменять свое мнение Вы можете изменять свою точку зрения Потому что каждое мгновение вы меняетесь И если меняетесь вы, то меняются и ваши взгляды И в этом нету ничего такого разрушающего Наоборот, в этом есть созидание умения быть гибким Умение быть пластичным Умение быть подвижным То есть вот в этом является ваша созидающая часть Еще о чем говорит Туз Пентакли Умение рождать какие-то новые идеи Умение видеть новые возможности Но здесь вот понимаете, здесь не просто новые возможности А здесь как будто бы они идут через творчество То есть когда вы что-то делаете То есть не просто к вам идет некое такое снисхождение И о благость, какой-то инсайт получили Нет, а здесь вы что-то должны творить И вот именно в процессе этого творения К вам приходят какие-то идеи Которые будут направлены на обогащение вас То есть это обогащение может быть, я не знаю, в контексте искусства Либо вообще обогащение в контексте вашего мировоззрения В контексте каких-то идей То есть здесь благостные какие-то шансы и возможности Так, в чем выражается ваша созидающая сторона? Пожестов В движение В движение, в азарте В желание все попробовать Здесь изображен Казанова Желание попробовать Желание повзаимодействовать Интерес Некий такой авантюризм Любовь к жизни Вот когда вы это ощущаете Какую-то некую внутреннюю искру Которая вами движет Когда вы прям горите Вы хотите это попробовать Риск Хотите Я не знаю Вот хочется сказать Как маленький ребенок Который скачет на этой деревянной лошадке В ощущение того, что да, я живой Я двигаюсь Либо когда берет Игрушечную шашку И начинает ей там фехтовать Ощущение какой-то жизни Ощущение движения Любознательность Открытость В чем еще выражается Ваша созидательная сторона Девятка монет Вот в этой колоде Девятка монет Она такая прикольная Когда мы видим Сумасшедший Который считает себя Человеком Который не может двигаться В этой усмирительной рубашке Я не могу двигаться Но при этом есть руки Которые тянутся к его уникальности То есть в нем есть что-то такое Что нету в других людях И они его восхваляют Они его боготворят И он удивлен Что как у меня есть Вот это вот моя фишка Моя какая-то уникальность То есть в какой-то вашей уникальности Неповторимости В какой-то вашей изюминке Заложена ваша созидающая часть Еще в чем Аркан суда Очень такой глубокий аркан Именно создание Изменение Трансформации Всей вашей жизни Когда вы можете Как-то вот перерождаться Перерождаться в своем сознании Вот именно в другого человека То есть здесь созидание Начиная с повешенного Заканчивая арканом Сюда Вышло сюда Краски говорит о том Что здесь человек Ваше созидание заключается в том Когда вы можете перерождаться Когда вы можете Выходить из одной формы В другую То есть Допустим Были одним человеком Изменили какие-то качества Своего характера И стали абсолютно другим человеком Либо знали Там я не знаю Устроились на работу И были в одной форме Например В форме там Не умеющего ничего То есть человека Который только начинает Свою карьерную лестницу И через какой-то период Вы дошли Прямо там Я не знаю До высокого какого-то Уровня Там управляющий Либо там Не знаю Директор компании Либо создать Какой-то свой бизнес Ваша задача Созидающая Все время Изменять формы Поэтому не случайно Я в самом начале Сказала По повешенному Что вы Умеете То есть у вас есть Как будто бы Право Отказываться От своего мнения От своих слов Которые были сказаны Например Там не знаю Неделю назад Месяц назад Почему? Потому что вам нужно понимать Что вы меняетесь Вы меняетесь Ваши взгляды Могут меняться То есть И раньше я верила в одно А теперь я могу верить В абсолютно противоположное И это не говорит о том Что я не постоянный человек Как личность А наоборот В этом есть созидание То есть умение меняться Умение адаптироваться Под ситуацию Умение Как-то не бояться Своих взглядов Что вот раньше я верила в одно А теперь я верю в другое Вот здесь ощущается Что-то такое Негативное Как так Какой-то ты переменчивый Как правило Людьми это воспринимается Не как созидание Но вот в вашем случае Это является созиданием То есть например Верил в одно Был приверженцем Одной религии Потом перешел На противоположную Какой-нибудь Там был христианином Стал там Мусульманином К примеру И это классно Это здорово Потому что Умение видеть вещи С разных сторон То есть Там я не знаю Сначала там Был как говорится Коммунистом Да А потом стал Не знаю Каким-нибудь левым Да там Не разбираюсь в политике Но вот что-то такое То есть здесь человек Который меняет Свои взгляды Верил в философию Теперь верю в науку Вот что-то такое И вот в этом Является ваше созидание Что оно вам дает Что оно дает Солнце Оно дает вам новое начало Да То есть умение Проживать жизнь Радостно То есть Ваша задача Как будто бы Знаете Вот как миссия Как можно Больше И раньше И разных моментов Узнать в своей жизни Не знаю Может быть побывать В разных странах Увидеть разную культуру Может быть побывать В разных Там например Должностях В одной Профессии Например в одной компании Начиная там С разнорабочего И доходя до высокого уровня То есть увидеть все стадии Вот все что связано с этим Да Увидеть все стадии развития От рождения птенца До полета орла Как говорится Да Вот для вас это важно Здесь как будто бы Какая-то миссия такая Уметь Увидеть все стадии развития Уметь Увидеть разные Разные стороны Разные грани Для понимания Что еще вам дает Ваша созидающая сторона Рыцарю мечей Вот видите Здесь Пикассо изображен Он же тоже являлся Таким знаете В своих В своем произведении Да Искусство Не совсем Обычный Да Вообще И в своих взглядах На жизнь Да То есть какой-то Не совсем Как это сказать правильно Традиционный Да То есть не совсем Нормальный Если так можно сказать Да Опять же таки Что есть норма Но я хочу Но я хочу донести Мысль о том Что Не похожим То есть Вот ваша созидающая страна Она дает вам Как будто бы Вот право Разрешение Быть собой Вот быть Вот этой вот Уникальностью Ни на кого не похожей Как будто бы Не то чтобы вы здесь Должны стать Кумиром Для других людей А увидеть Насколько Классно Быть Собой И быть Разной Вот Здесь вот Общая мысль Она в этом Заключается Это вам дает Ваша созидающая Часть личности Так О чем вам говорит Ваша разрушающая Часть личности Пятерка Жестов О некой такой Конкуренции Борьбе Борьбе за что За стабильность За то Чтобы за что-то Удержаться За то Чтобы Наоборот Не идти В какое-то Развитие Борьба За имение Того Что я хочу За какую-то Вот привязанность Вот в этом Есть Разрушительная Ваша черта Когда наоборот Все меняется Все развивается Люди приходят Уходят Из нашей жизни И Мы Нам с этим Окей То есть Окей Мы прошли Какой-то путь Этот человек Ушел из нашей жизни Потому что Должен прийти Какой-то другой Человек И вот эта вот Смена людей Обстановки В нашей жизни Является Развитием Да То что мы говорили Уже созиданием А вот как раз Разрушение Оно и говорит О противоположном Когда человек Не способен Быть вот таким Гибким Не способен Отпускать Он борется Он борется За то Чтобы иметь На постоянной основе То что я хочу Вот об этом Говорит Ваша разрушающая Часть В чем она Выражается В чем выражается Ваше разрушение В принципе Так ли Знаете Неумение Реализовать Свои Какие-то Задумки Потому что Вы в это Не верите То есть Ваша разрушающая Я бы сказала Часть Выражается В недоверие В первую очередь Себе Вы не верите В те идеи Которые у вас есть Которые вот здесь Вот в созидании У вас рождаются И по идее В созидании Вы должны Вот эти вот Сумасшедшие Да По Пикассо Невероятные Идеи Для кого-то Другого Да Реализовывать Потому что Здесь изображен Один из богатых Художников В современности Да Димьян Не помню Как его фамилия Вот Он отличается Тем С огромным состоянием Что он Реализовывает Вот какие-то Свои Шумасшедшие В прямом смысле Можно будет Сказать Идеи Да То есть В данном случае Одна из его Здесь три работы Да Изображены То есть Акула Бабочки И Череп Который был Инкрустированный Настоящие Значит Зубы И Драгоценные Эти Камни По-моему Алмазы Да Что-то такое То есть Вот казалось И это является Очень дорогим Объектом Вы можете В этот В интернете Посмотреть Не помню Как фамилия Если кому важно Я в комментариях Напишу Очень дорогим Произведением Искус Да Которые Покупатель У него все Такие Произведения Не Ну Неординарные То есть Кто-то его Может назвать Гением А кто-то Его называет Сумасшедшим Вот в принципе Что и говорили Про Дали Поэтому здесь Что вам дает Что вам дает Ваша разрушающая Сила Понимание Того Что вы не верите Вы не верите Себе Вы не верите В свою уникальность Вы не верите В свои способности Вы не верите В том Что можно достичь Чего угодно Да Если Иметь Внутреннюю Веру Вот здесь Как будто бы Ваша разрушающая Часть Она все время Будет указывать На На веру На веру Что Что еще Вам дает Ваша разрушающая Часть Семерку Пендаклей Знаете Ожидание Ожидание Кстати Рецептедакли Тоже Про это Говорит Очень медленное Какое-то Продвижение Ожидание Того Что Вот Когда я буду готов Либо когда я буду готова Тогда я начну двигаться То есть Здесь человек Ждет Очень долго Причем ждет И Вот в этих ожиданиях Да Вы не действуете Вы не верите И не действуете И Как будто бы Большую часть Своей жизни Вы Упускаете Из-за Своего Бездействия А не действуете Почему Потому что Вы не верите Вы не верите В себя Вот это Вот тоже является То есть Ожидание Является Разрушительным Моментом То есть Вы подпитываете Какие-то Свои Убеждения Не созидающего Порядка То есть Еще не время Вот Либо мне надо Еще чему-то Подучиться Либо Там Я не знаю Там Дети Закончит Обучение Потом Я вот Это Вот Сначала Что-то Произойдет Потом Вот Я это Сделаю Здесь Какие-то Такие Убеждения Которые Вы подпитываете Но Они Беспочвенные Они Лишь Подкрепляют Ваша Неуверенность Почему Потому что Время Проходит Вы Не Получаете То Что Вы Хотели Были То На Что Вы Способны И Включается В вас Разрушающие Силы И Вы По Пятерке Жезлов И Вы Стараетесь Удержать То Что У Вас Было Уже Когда-то А Вы Не Идете В Развитие Ну То 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 Что Что Дает Разрушающие Ваша Часть Ну То Что Я Сказала Пятерка Мечей Самобичевание Самобичевание Самогоребание Но Вот Здесь Вторичная Выгода Заключается В том Что Когда Вы Так Проживаете Эти Моменты Жалости К Себе Только Лишь Потому Что Не Желаете Двигаться Четверка Мечей Здесь Говорит О том Что Нужно Разрушить Вот Эту Стабильность Которая Присутствует Четверки Мечей Когда Мы Живем По Правилам Здесь Как будто Наоборот Вам Все Карты Говорят Что Вы Должны Создавать Свои Собственные Правила Вы Должны Створить Свои Собственные Мир Не Бояться Что Он Не Будет Похож На Жизнь На Мир Других Людей Вот Вы Как будто Вы Должны Это Осознать Что Вы Являетесь Творцом Своей Жизни Вот Вашей Жизни Будет Так Как Вы Захотите У Вас Есть Какая То Не Знаю Толи Особая Какая Это Задача Вот Вы Должны В Это Как Поверить И Создать Тот Мир Который Заложен Внутри Вас Потому Что Аркан Повешенного Это Духовный Такой Аркан Говорящий О том Что Человек Ограничивает Себя Лишает Чего-то Но Он Делает Это Осознанно Для Достижения Каких Больших Целей И Вот Здесь Ваша Как будто Б Миссия Если Так Можно Сказать Да Задача Заключается В Том Чтобы Реализовать Вот Этот Больший Потенциал А Вы Здесь Как будто Б Застряли Только Лишь В Ограничениях Но Подзабыли Ради Чего Вы Себя Ограничиваете Ради Какой Большей Цели Здесь Аркан Солнца И Аркан Суда Ваша Большая Цель Заключается В том Что Вы Должны Создать Тот Мир Идеальный Который Способный Создать Только Вы Потому Что Ваше Сознание Оно Оно Способно Порождать Что-то Очень Ценное Для Других Людей И Поскольку Оно Способно Только У вас Здесь Получается Так Что Вы Этим И Выделяетесь От Других Людей То Что Рождается В вашей Голове Не Может Родиться В голове Другого Человека Но Вы Это Воспринимаете Как Как Какое-то Сумасшествие И Отказываетесь От Этого И Возможно Даже Через Время Вы Увидите Что Какие-то Гениальные Люди Воплощают Именно Схожие С вами Либо Ваши Какие-то Идеи И Люди Их Боготворят И Вы Тогда Понимаете Что Почему Я Не Поверил Я Был Сделать Я Был Тем Кем Я Это Это Человек Если Вы Это Видите То Вам Это Является Подсказкой О том Что Не Надо Бояться Вы Должны Как Буду Создать Какую-то Я Не Знаю Свою Вселенную Свой Мир Не Похожий Ни На Что И Это Важно Потому Что Только Вашей В Кавычках Сумасшедшей Голове Может Родиться Что-то Такое Необычное Что-то Гениальное Реально Но Вы Не Как Буду Не Осознаете Именно Вот Этой Своей Задачи На Борт Вы Как Буду Стремитесь Здесь Такое Ощущение Какой-то Нормальности Вот При Всей Вашей Ненормальности Неординарности Непохожести Вы Стремитесь К Тому Чтобы Быть Как Другими А Вам Нужна Просто Ваша Задача Быть Собой По Девятке Педаклей Быть Собой Не Держаться За Что-то За Кого-то Не Быть Похожим На Кого-то А Быть Собой Тогда У Вас Разрушающая Ваша Сила Она Будет Вас Двигать На Движение Вперед На Развитие То есть Она Будет Вам Помогать А Пока Она Разрушает Лишь Ваши Ожидания И Вашу Ваше Неверие В себя Чем Больше Она Показывает Вам Ваших Страданий И Самобичевания Вот Этих Ваших Каких-то Страстей Внутренних Не с целью Чтобы Ваша Самооценка Падала А с целью Чтобы Вы Начали Бороться С этим Чтобы Вы По Марсианской Энергии Начали Отсекать Вот Эту Агрессию Свою Начали Направлять В Созидательное Русло Через Отсечение Своей Неуверенности И Ожидания Медлительности И Вот Вот Это Всего Как-то Так Как-то Так Я Благодарю Вас За Внимание Благодарю Что Вы Смогли Послушать Этот Расклад Очень Сложный Для Мне Это Был Одним Из Сложных Раскладов Который Я Проживала Потому Что Это Была Не Первая Попытка На Сегодня Да Я И Менял И Колоды И Вопросы И Пробовала И Пробовала Не Получалось В Какой То Момент Думала Может Ладно День Не Подходит Но Просто Очень Сложный Расклад Бывает У Меня Так Расклад Не Знаю Не Могу Объяснить Почему Может Тема Так Не Знаю Но Мне Кажется Что Как Смогла Так Я И Донесла Эту Информацию Для Вас Теперь Буду Ждать Вашей Обратной Связи Благодарю За Внимание Всем Пока Пока